Восьмой том книги «Открытым оком», вопрос номер 2109, тема «Проповедь благовестия». «Почему Бог не послал в другие века своих учеников, подобных апостолам первых веков, чтобы они вытащили на белый свет забившихся в монастыри, и тогда ведь совсем другой духовный климат был бы в мире?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Ответ надо искать в Библии. Бог оставил вместо Себя Слово, и оно должно и рождать, и вести, и вводить вечную славу. Всякое отступление от Библии есть уход во тьму. Там нет и проблеска света, хотя бы и трубили об особой святости. Когда люди отвергают авторитет Библии, они обязательно ставят на это место авторитет своих слов, а будут обязательно много-много говорить о гордости, о преданности Богу, о страхе Божьем. «Но когда отвергают Писания, то в них ничего этого нет, и им анафема, а не святость и канонизация. Говорю не о конкретных, а как бы о еретических святых. Наши-то все хорошие». Человеческий авторитет – это шажок к абсолютизму Антихриста, к его воцарению. Послание Галатам, 1 глава, 8-9 стихи. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Второе послание Тимофею, 2 глава, 2 стих. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Авраам, епископ, 14 февраля. Он принял в одной из них монашество и предался иноческим подвигам. Бодрствованием, молитвенным стоянием и постом он до того изнурял свое тело, что на долгое время терял способность двигаться и совершенно не в состоянии был ходить. Узнав, что на Ливанских горах есть одно удобное для уединенных подвигов место, преподобный Авраам оставил обитель и пришел туда. Он соорудил небольшую келью и стал проводить время в подвигах отшельнической жизни. В строгом молчании он три дня проводил в келье и только на четвертый день также безмолвно выходил из нее. Много страданий претерпел на этом месте преподобный. Язычники, узнав о нем, сперва засыпали его песком, а потом стали причинять ему и другие насилия с целью заставить его уйти подальше из этого места. Кроме того, и бедные земледельцы из ближнего селения сильно досаждали ему тем, что часто приходили к нему и просили подаяния. Но преподобный терпеливо переносил все и, чтобы избавить себя от мучительных издевательств, отдавал просившим подаяния все то, чем снабжали его некоторые благочестивые посетители. Такое человеколюбие преподобного до того поразило жителей селения, что они построили церковь, и так как были христианами, то стали настойчиво просить его принять иерейский сан и быть их пастырем. Святой Авраам исполнил их желание и, утвердив свою паству в благочестивой жизни, поставил ей вместо себя другого иерея, а сам снова поступил в монастырь. В любом событии есть признаки, причины, как зарождалась и вскисала зримо. Путь к женщине с чего начать мужчине? Змей полз отвесно по скале, стрела шла в цель не мимо. И можно ли то было преградить, от змея отвезти, посечь крапивой, недопеченные отбросить пироги? В раю росли без нашего полива. Первоначально, так сказать, зародыш, кургузую мыслишку отрубить. Не поспешил грехи и ползли не в продых. Теперь он на вершине рот кривит. Нет-нет, насилие над личностью другого. Мы не приемлем, мы интеллигенты. Вообразим себя его нагово и к истоку мысленно, к начальному моменту. С чего же революции вкрапления? В наш мирный быт все же было по согласию. Когда отвергли Божьи научения, на этом и закончились их ласки. У них уже террор лежал в заначке, наручники горою на дворе. Не матерью нам родина, а много мачех. Царя не нужно, дать иных царей. Перед восходом солнце видится заря. В подсветке облако пылают красным. Как вызревает, сеяли не зря. Не пропололи, сеяно напрасно. 1 октября 2003 года. Игнатий Лапкин